Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Сегодня я вам покажу, как можно самостоятельно сделать автодуш своего автомобиля и потратить на это буквально 50 рублей. Сейчас нулевая температура на улице, мыть полноценно автомобиль смысла нет никакого. Если вы живете в больших городах, на дороге, как правило, зимой посыпают соли, реагенты, поэтому периодически, как я считаю, нужно делать автодуш. Вы особо не испачкаетесь, вы просто под напором, двумя руками, руки у вас остаются чистые. То есть вот эта вся соль, вот эту грязь, вот эту вот грязь на зеркалах, когда будет темно, когда будет темно, у вас все это будет слепить от света фар, обзор будет очень плохой. Поэтому тереть тряпкой нет смысла, как делали это раньше, да, почему? Потому что, еще раз говорю, из-за песка вы будете просто царапать лакокрасочное покрытие. Поэтому сейчас мы едем на автомойку, я вам покажу алгоритм действий, это занимает буквально там 5-7 минут времени, вы посмотрите, как это делать. Так, вот мы приехали на площадку, где есть автомойка. На них, как правило, написано автомойка самообслуживания, вон у нас тут есть мойка профессиональная, где могут помыть машину. Вы можете посидеть, чай, кофе попить. Кто-то выбирает такой вариант. Когда сильный мороз, скажем, от 3 градусов и ниже, лучше, конечно, самостоятельно не мыть, чтобы не заболеть. Мы въезжаем в бокс, стараемся заезжать ровно по центру, примерно, чтобы вам было удобно. Вот примерно вот таким образом. Я глушу двигатель, ставлю ручник, либо вы ставите парковку, если у вас автомат. Дальше, что мы делаем? В первую очередь, сразу, чтобы вам не забыть, проверяйте обязательно, закрыты ли у вас все окна. Все окна, чтобы были закрыты, иначе вы просто зальете себе немножечко автомобиль под напором. Все. Так, дальше, смотрите, на каких-то автомойках есть шампунь, либо пена, это одно и то же. С другой стороны, мы можем увидеть такой же пистолет, где написано «вода». То есть, вот отсюда будет литься вода, чтобы было под напором, нужно вот так вот будет нажимать. На каких-то автомойках и вода, и пена, все в одном пистолете. Дальше, смотрите, просто сделать автодуш, я сейчас буду нажимать «высокое давление». Все остальное, это я вам потом расскажу. Так, теперь мы идем покупать жетон. Здесь нужно пихнуть жетон, у меня его нет. В каких-то автомойках есть купюру-приемник, вы денежку сразу сюда вставляете. И вот на этом табло у вас будет идти отчетность времени. Где-то единицы, тут, например, будет 50, где-то одна единица, это около 3 секунд, как я заметил. Где-то просто идет реальное время. Дальше мы идем покупать жетон. Так, теперь берем жетон, который мы купили за 50 рублей, вставляем его в жетоноприемник. Загорается 50. Я нажимаю «высокое давление». Видите, пошел отсчетность, у вас будет время. Теперь нажимаем, давление будет больше. Вот, видите, нажимаем и начинаем сверху. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как видите, время вполне достаточно. Я даже уже пошел по второму кругу. Теперь я отжимаю тряпочки, протираю коврики, кидаю их обратно в салон и выезжаю с автомойки. Чистим стекло. Обязательно включаем печку и в ноги на стекло, потому что в машине влага. Это все сейчас начнет потеть. Обогрев заднего стекла включаю. Все, выезжаем, чистим себе стекло очистителями стекло. Ну вот, в принципе, все. Буквально 5 минут. Можно даже уложиться меньше, потому что я еще где-то что-то снимал, вам объяснял. То есть она пока чистая. Конечно, когда она высохнет, она такая будет немножко матовой, потому что мы делали без пены. Но, тем не менее, чтобы стекла не были матовые, я вот это уже беру чистую тряпочку, которую я отбил от грязи, и протираю чисто окна, зеркала. Ну, естественно, фары. Вот. Если у вас есть желание и время, конечно, вы можете налить бутылочку воды, вот, периодически мыть тряпку и протереть ее всю. И она будет практически такая же чистая. Вот. Ну и не забывайте, внутри салона, вот так как тряпочка остается, в принципе, чистой, да, вы можете протереть пороги с той стороны, вот. Не забудьте протереть вот здесь вот резиночки уплотнительные, потому что если будет мороз, мороз, они у вас могут примерзнуть за ночь. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, информация для вас была полезна. Если да, то поддержите лайком. Потом в дальнейшем, ближе к лету, я вам уже сделаю такой более подробный ролик, покажу, как уже помыть автомобиль в пеной, для чего нужен воск и так далее, и так далее. Тоже можно сэкономить и время, и свои средства. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить еще что-то интересное и полезное для вас. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачной дороги. Всем пока-пока.